Всем привет, друзья! С вами Кэксидор Робзи и добро пожаловать в Бролл Старс! И сегодня будет очень жесткая битва Брок против Кольта. Огромная ракета против огромной пули, но кто же из них будет сильнее, вы узнаете в конце видео. Поэтому прямо сейчас ставьте лайк, нажимайте на красную кнопку подписаться, жмите на колокольчик. И не забывайте, что только у самых крутых игроков в мире в магазине введен код автора Робзи. Проверьте, введен ли он у вас и приятного вам просмотра. Итак, друзья, битва начинается и первый на арене появляется Брок со своими огромными ракетами. Следом за ним выходит Кольт с не менее большими пулями. Кто же из них будет сильнее, я не знаю. Я впервые смотрю это видео, что было максимально интересно. Погнали! Первый раунд, один на один, обычная атака, кто победит? Смотрим, Брок против Кольта и они одновременно умирают, хотя нет. Смотрим повтор и Брок умирает первым, поэтому Кольт зарабатывает свой первый балл. Неплохо. Теперь, ребята, с использованием гаджета вы посмотрите, насколько огромные были пули. И Кольт забирает второй балл. 2-0. Теперь ульта. Смотрим. Брок атакует первым и все равно Кольт его сносит. Да, ребята, у Брока более массовая атака. Здесь, конечно, он не соперник. Но по дальности атаки, вы посмотрите, немножко дальше Броки забирает свой первый балл. 3-1, ребят, 3-1. Смотрим, дальность ульты и здесь одинаково. Я, кстати, этого не знал. Я этого реально не знал. Смотрим. Радиус атаки. У Брока с пассивкой посчитали. Ну ладно, окей. 2-3. Брок начинает догонять. Радиус ульты, конечно же, у Брока тоже больше. Еще становится ранным. 3-3, ребят. Сегодня будет 35 тестов. Вы понимаете? 35 тестов этих бравлеров. Смотрим по скорости бега. Брок против Кольта. И они идут прям ногу в ногу. И получается снова ничья. 3-3. Остается счет неизменным. Смотрим. Теперь у нас с использованием каких-то скиллов. А-а-а. Брок использует прыжок. А у Кольта, ребята, пассивка на скорость бега. И Кольт побеждает. Буквально на немного. Но забирает вот этот важнейший балл. 3-4. Смотрим, у кого быстрее летит пуля. Брок или Кольт. И у Кольта долетает быстрее. Еще один балл. 3-5 в пользу Кольта. Итак, смотрим. Теперь гаджет. Огромная ракета против огромной пули. И пуля побеждает буквально на доле миллисекунды. Вы посмотрите, насколько огромные снаряды. Боже мой. Это новенькие гаджеты. Смотрим ульта. И снова, я думаю, победа будет за Кольтом. Да, у Брока очень долго летят ракеты. Но все-таки это ракета. Это же не пуля, ребята. Скорость пули всегда больше. И хп больше у Кольта. Жесть. 3-8. Он больше, чем 2 раза опережает. Итак. Вау. Он смог гаджетом сбить. Неплохо. Неплохо. Здесь у нас, конечно же, идет пользу Броков. 4-8. Кольт не может такого делать. Поэтому Брок в этом раунде побеждает. 4-8. Теперь у кого быстрее перезаряжается атака. У меня есть ощущение, что все-таки Кольт здесь должен победить. Все-таки у Брока очень большие ракеты. Брок и так очень силен. И в последнем, кстати, в последнем обновлении его пофиксили. Ребят, его пофиксили очень сильно в 3 раза. Да. Я уже вижу, что Кольт здесь побеждает. Все-таки побеждает. Буквально на 2 секунды опережает. И счет становится 4-9. Посмотрим. Кто же быстрее набивает ульт? Или сколько он урона несет с одной атаки? Раз, два, три. Четыре. А, за 1,6 набил ульт. Я понял. За 1,6. 1,6 секунды. Смотрим на Кольта. Атакует. Атакует. И на 1,1 секунды быстрее вырывает. Снова победный балл. 4-10. Просто жесть. Так. Атакует Брок. И за 1,5 секунды набивает. А почему он как-то так далеко? Ракеты можно было и ближе пустить, если честно. Вот так. Вот так. Так-так-так-так. Наконец-то Брок забирает свой балл. Если бы здесь забрал Кольт, я бы протестовал, потому что все-таки, все-таки Брок мог стрелить поближе и было бы скорость меньше. Так. Получается, он с ульты набил себе ульту. Смотрим, что делает Кольт. Немножко не добивает. Буквально 15%. Еще становится 6-10. Все-таки не так плохо. Не так сильно отстал. Так, смотрим. Брок запускает. Здесь Кольт выиграет, ребят. Здесь Кольт выиграет, потому что у него пробивная ульта. Вы посмотрите, он за полсекунды. Полсекунды. Так. Да. Я угадал. Просто полсекунды. Да. Здесь, здесь однозначно победа. И теперь у нас проверка урона. Три атаки. Смотрим. Так. 83%. 17% снес, получается, за три атаки. Смотрим на Кольта. Раз, два. Да ладно! 21% за три атаки. Причем у Брока был поджог. Заметили? Так. С помощью гаджета 2184. Маловато. Маловато. У Кольта будет больше. У Кольта 3024 урона. Да, потому что Броку урезали в два раза гаджет. Вы понимаете? В два раза урезали гаджет. Если бы его не пофиксили, было бы все очень круто. 20% снес с ульты. Смотрим, сколько с ульты сносит Кольт. И 12. Здесь балл достается Броку. 7-13 счет. Ну, да, слишком большая разница. Так, что делает он? А, сколько урона с одного выстрела? Ну, 3950. У Кольта, я думаю, будет поменьше. 3020. Да, 3020. Счет 8-13. Смотрим дальше. 8-13. Так, Брок. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Из гаджета 10 тысяч урона. Но Кольт нанесет намного больше. Вы посмотрите, что он делает. Просто прошиб насквозь всех, кого можно было прошибть. 15 тысяч. Счет 8-14. Смотрим теперь ульта. Ульта Брока. А вот здесь я даже не знаю, кто лучше нанесет. Понимаете? Брок, если Кольт будет двигаться, допустим, снизу вверх бежать, а не стрелять в одно место, то нанесет... Да, я так и думал. Нанесет очень много. Но не столько, сколько Брок. Все-таки Брок победил. Фух. Я, честно, ребят, уже болею за Брока. Вначале что-то я думал, что Кольт проиграет. Но я всегда стараюсь болеть именно за проигравшую сторону. И сейчас у нас, кстати, Брок убил ящик за 2,1 секунду. Посмотрим, как справится Кольт. За 1,4. Офигеть. За 1,4 справился. Я понял. Счет 9-15. А теперь 8 ящиков. 8 ящиков. Так. Брок сразу атакует 6 ящиков. Собирает банки. Делает еще один выстрел. И решающий выстрел забивает за 7,1 секунды. Смотрим, как справится наш, ребята, Кольт. Он будет стрелять по одиночным целям. Да, да, да. По одиночным целям. И, конечно же, он здесь проиграет. Но я думаю, что сейчас будет новый тест с использованием гаджета. Посмотрим, кто как справится. Да, ребята. Гаджет заряжается. Ну-ка, поехали. Зарядил. Да, да, да. С помощью гаджета. Я думаю, что Кольт здесь... Хотя, подождите. Кольт может же проиграть. А, еще один гаджет. Кольту достаточно зарядить. Два гаджета. Смотрите, что будет. Заряжает гаджет. Делает выстрел. Сносит половину. Начинает атаковать. Если он зарядит сейчас гаджет еще один, то он выиграет. Ну, а гаджет-то перезаряжается и все равно проиграл. Все равно проиграл. Вот так вот тебе. 11.15, ребята. Ульта. Ребята, смотрим, что делает ульта. Ульта Брока. Фармит ящики. Начинает. Ииии... С помощью ульты зафармил за сколько? За сколько? За сколько? За 5,9 секунды. Мне кажется, что ульта Кольта будет намного жестче. Потому что она прострелит сразу все ящики. Вы посмотрите. Посмотрите, как он начал. За 3,4 и забирает балл себе. Вот здесь, конечно, было неожиданно. Смотрим. Так. Против осадной башни. 3 делает атаки. 3 атаки делает. И сносит 22%. Неплохо. Неплохо. Посмотрим, как будет действовать Кольт. Начинает атаковать. Делает тоже 3 атаки. Но сносит меньше. Еще становится 12-16. Как они близко идут. Так. Теперь заряжает. Делает выстрел. Ииии... Буквально 2 атаки с ульты. И сносит 26%. Смотрим на Кольта. Кольт, мне кажется... Оооо. Он добил вообще. Он добил просто с огромного расстояния. И балл забирает себе. Снес 32%. Смотрим против босса. Итак. Смотрим против босса. Начинает атаковать. Проблема. Смотрите в чем. Что он же... Видите? Робот не стоит на месте. И все-таки не горит на вот этих вот поджогах Брока. Блин. И у Брока хп-то поменьше. Все-таки робот дошел. Посмотрите. Робот дошел. 60 хп. 87% остается у вышки. Посмотрим, как справится Кольт. У Кольта атака, во-первых, быстрее. Быстрее перезарядка. И у него больше хп. Возможно, у него будет перфекта. Но я не обещаю. Я думаю, что он все-таки больше справится. То есть лучше справится с этим тестом. Смотрите. Смотрите. И... Да, ребята. Да. Он справился ровно в ноль. То есть пушка не пострадала. И счет у нас 12-18. Теперь у нас ульта. Брок начинает ультовать. Смотрим. Смотрим на босса. Ему нужно как-то вот так атаковать, чтобы много бомб попало по нему. Понимаете? Под себя. Под себя. Вот-вот-вот-вот-вот. Да-да-да-да-да. Но все равно этого было мало. Этого было мало. Брок старался как мог. Луже, чем в первый раз. На 2%. Но все-таки хуже. Если у кольта будет сейчас ульта, это будет жесть. Он может прямо сейчас ее использовать. Вообще-то по барабану. Так. Смотрим. Пока что атакует просто так. Давай-давай-давай-давай. Заряжает атаку. Еще один выстрел. Ульта пошла. Давай-давай-давай-давай. Да, он зафармит его очень быстро. Очень быстро зафармил. Ну, конечно, справился на 100%. Еще 12-19. Ребят. У Брока последние шансы. Последние шансы набрать себе баллы. Начинает атаковать с дальних мобов. Приближается. Начинает атаковать еще больше. По полторы тысячи урона. И справился за 24 секунды. Посмотрим, насколько хорошо справится кольт. Я думаю, что все-таки Брок должен здесь выиграть. Почему? Потому что... Хотя... Смотрите, что происходит. Кольт очень быстро перезаряжается. И... Я в шоке. Я думал, что Брок здесь победитель. Но я ошибался. Я очень сильно ошибался. Он опередил его буквально на 7 секунд. Жесть. Так, использование ульты. И я думаю, что здесь снова победитель кольт. Снова победитель кольт. Потому что он будет что делать? Он будет просто юзать ульт и бежать вдоль. Вдоль мобов. И за 2 атаки просто всех снесет. Вы посмотрите, что он будет делать. Что он сейчас будет творить? Смотрим. Начинает атаковать. Снова юзает ульт. И буквально за 3 секунды сносит. За 3 секунды сносит всех. И счет становится, ребят, очень большой. Разница огромная. 12-21. В пользу кольта. Все-таки наш кольтец молодец, как говорится. Победил. Я за него очень рад. Если вы думаете иначе, ребят, напишите в комментарии. Ваш вариант победы. То есть, за кого вы болели. Кто должен был выиграть. Или все-таки здесь правильно. Ребят, пишите комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И не забывайте. Заходите в магазин. И вводите код автора Робзи. Код летает каждую неделю. Поэтому проверяйте. Введен ли код у вас. Всем хорошего настроения. Всем удачи. Покеда. Субтитры сделал DimaTorzok